Сегодня в эфире буду я и, может быть, администратор. Судя по тому, сколько к нам присоединяется, я буду не один. Это очень приятно, очень здорово, что есть такая возможность поговорить на важную для меня тему и разделить ее вместе с вами. Меня зовут Александр Граница, я врач-психиатр, психотерапевт, психолог. Я кандидат медицинских наук и доцент кафедры Казанского федерального университета. Занимаюсь преподаванием когнитивно-поеденческой терапии, практикую в различных подходах когнитивно-поеденческой терапии. И вот в этом году мы решили с ассоциацией посотрудничать и вместе проработать такой курс, который будет посвящен тактикам диспута. И в качестве анонса этого курса сегодня я выступлю здесь в прямом эфире и постараюсь немножко рассказать о его курсе, о его назначении, о каких-то важных аспектах, которые есть на курсе. Может быть, получится дать ей что-то конструктивное, полезное, даже если вы не будете участникам курса, но послушайте этот прямой эфир. Может быть, что-то полезное тоже получится для себя вынести. И, конечно, хотелось бы ответить на вопросы, вообще порассуждать на ту тему, с которой я сегодня выступаю. А начать хочется с предыстории того, как этот курс появился и какие цели он преследует. Будучи преподавателем и в том числе преподавателем когнитивно-поеденческого подхода, довольно часто мои студенты обращались ко мне с вопросами, а как же генерировать аргументы, как лучше дискутировать, поскольку это навык, который не у всех изначально базово развит. Когда я сам обучался КПТ в ассоциации, это было, по-моему, в 2016 или 2017 году, я впервые начал, то, познакомившись с подходом, мне было несложно придумывать аргументы. И вообще это та часть терапии, которая мне была понятна и крайне привлекательна, потому что за своими плечами я имею некоторый опыт дискуссий, споров и как участник различных научных мероприятий. И в студенчестве я был дебатером. Это такое движение по аргументским дебатам, называлось такая игра ролевая, где основная суть игры в том, чтобы спорить на заранее заданную тему по определенным правилам. И занимался я этим достаточно плотно, много, поэтому дискутировать и аргументировать мне самому всегда давалось достаточно легко. И я столкнулся с такой проблемой, что когда я рассказываю про диспуты, про тактики различных диспутов своим студентам, которые обучаются, то оказывается, что им это не так просто дает. И чтобы восполнить этот пробел, я вместе с моим коллегой решил подготовить материал, который сейчас мы разрабатываем в рамках книги. Надеемся, что это будет практическое пособие. Может быть, даже в нескольких томах. Не как у Толстого, конечно, но хотя бы в двух томах надеемся, что оно выйдет. посвященном, собственно говоря, тактикам диспута. И пока мы погружались в тему, готовили материал, я понял, что можно сделать не только в текстовом формате, но и в формате живого общения в рамках курса. Так мы к этому и пришли. В целом, надо признать, что литература, посвященная именно диспутированию в когнитивной клинической терапии, не так много. И, конечно, есть замечательные авторы, которые доступны, в том числе на русском языке, которые рассказывают о том, как с каких сторон заходить к диспуту. Безусловно, есть такие традиционные вещи, как разделение диспутов на когнитивный, на поведенческий мотивный диспут, на то, чтобы опираться на логические операции, на то, чтобы использовать принципы научного подхода, реализма и так далее. Везде это упоминается. И, наверное, программа по ассоциации по когнитивно-поведенческой терапии тоже не обходит этой стороной. Я достаточно давно ее закончил, поэтому, может быть, не так знаком с конкретным содержанием. Но так или иначе это все обсуждается. Но объема, конечно, не хватает. Особенно для тех, кто только начинает практиковать. И чаще всего люди, которые долгое время занимаются КПТ и дискутируют в рамках КПТ, приходят к этому через свой собственный эмпирический путь. То есть опытным путем постепенно доходит до того, чтобы формировать аргументацию. Потому что все аргументы и все контраргументы обычно повторяются. Если мы работаем с клиентами, то убеждения это плюс-минус похожие. То есть это все равно не какой-то там массив из миллиона комбинаций. То есть если мы берем катастрофизацию по Элису, то это вообще всего четыре формулировки. Если мы берем катастрофизацию по Аронбеку, то там тоже достаточно похожие формулировки убеждений, может быть, имеющие какие-то свои нюансы. Но в целом подходы очень близкие. И поэтому снова и снова, заходя с клиентами, пациентами с разных сторон, формируется некое понимание того, как эти аргументы устраивать, какие обычно стороны стоит обсудить, с какой стороны обычно стоит зайти и так далее. По себе, когда я только начинал практиковать, у меня примерно так это и выстраивалось. И в последующем я уже имел некоторые в голове шаблоны того, как стоит оспаривать клиентов. Но если есть желание изучить что-то подробнее, то опять-таки можно столкнуться с проблемой, что в литературе не так много об этом говорят. Скорее, это как некие общие направления. Если взять книгу Ди Джизеппе, из авторов, посвященных Рэпт, где как раз-таки представлены эмотивные, поведенческие и так далее диспуты, то там это очень короткие абзацы, и дальше приводятся рекомендации посмотреть или послушать запись Элиса или почитать скрипты того, как это там делалось. Конечно, этого недостаточно. К счастью, есть книги более обширные, такие как книга Макмалена или техники когнитивно-поединической терапии Роберта Лихи, где это просто кладезь, это просто огромный сундук с большим количеством разных техник, которые могут применяться в работе с клиентами. Но опять-таки эти техники не сгруппированы именно как техники диспута, и они часто систематизированы не так, как это было бы удобно для того, чтобы обучиться диспутированию, того, чтобы научиться понимать, с каких сторон стоит заходить в этот момент, в тот момент и так далее. Вот на основании такого изучения доступной литературы, доступных практических руководств, мы, собственно говоря, с коллегой и пришли к идее того, чтобы создать материал, а в последующем и создать курс в том числе и на основе этого материала, но решающие другие задачи. Есть вещи, которые в книге невозможно сделать, это невозможно создавать практически упражнения. У книги своя задача. Задача дать теоретический материал, может быть, с примерами, но задача потренировать специалистов, конечно, книга не несет, поэтому курс станет в том числе возможностью практиковаться. И так он изначально формулировался, чтобы быть максимально практикоориентированным, для того, чтобы специалисты, которые только начинают обучаться к генетератической терапии, могли приобретать, развивать эти навыки или, по крайней мере, получить направление своего развития. Но также мы надеемся, что и специалисты, уже давно практикующие, тоже найдут много чего полезного. По крайней мере, мы с коллегой, когда начали изучать эту тему, когда мы изучали литературу, рассуждали на эту тему, обнаружили для себя очень много интересного и полезного, то, что до этого, может быть, без знакомства с темой, до этого, может быть, и в принципе не обсуждали. Может быть, даже и не могли бы затронуть как-то креативно в процессе разговора с клиентом. Но такое предметное изучение, конечно, позволило нам приоткрыть такие нюансы, которые даже изначально и не задумывались. Если обсуждать нашу позицию, что из себя представляет вообще диспут, то у нас такая есть претензия на глобальность этой техники. То есть мы рассматриваем диспут как процедуру модификации каких-то изменений в мышлении, в поведении, в эмоциональных реакциях клиента. И в этом смысле мы считаем, что диспут – это основная методология, которая используется в любой психотерапии, не только в инстинкт-клинической. Поэтому те принципы, на которых мы будем основываться в формировании тактик, они будут полезны не только для конгрессивно-клинического терапевта, но на наш взгляд вполне могут дополнить и другие подходы. И кроме того, сами тактики построены так, что мы в том числе интегрируем идеи, которые нам известны, из других подходов. Потому что все это в той или иной степени является вариантом для оспаривания каких-то мыслительных конструктов, которые есть у клиента. И мы можем использовать разные для этого подходы и принципы. Поэтому если у вас есть опыт в других направлениях, то они прекрасно подойдут для процедуры интеграции с традиционным оспариванием в рамках медицинской терапии. Наш курс состоит из, пока что, шести блоков, да, из трех блоков и шести занятий. Сначала мы будем разбирать основы диспута, что это такое, какие есть такие базовые понятия в диспуте. Это сократовский стиль, принципы, структура ведения сократовского диалога. Что такое доказательство, что такое аргументация, что такое понятие, суждение, заключение, какие есть особенности языка в использовании при диспуте. Второй блок будет посвящен основным видам диспута, таким традиционным, как логический, прагматический, реалистический, проведенческий, ремотивный диспут. И также отдельно блоком мы выделили применение метафор в диспуте, то, что можно назвать метафорическим диспутом. Это скорее жанровая особенность, нежели какой-то особый путь в диспуте. И завершим все последним занятием, посвященным стратегиям и тактикам диспута. Как от чего отталкиваться. Если говорить о основной призме, что такое диспут и на чем он основывается, то по большому счету каждый из подтипов диспута на что-то опирается. И понимая идею, на что опираться, мы можем научиться генерировать аргументы или какие-то сократические вопросы на оспаривание когниции клиента. Логический диспут, исходя из названия, опирается на логику, на логические законы и на принципы логических операций. И также он активно изучает нарушения этих самых логических законов и операций. То, что может называться софизмами или софистикой в таком традиционном понимании. Я не философ, философского образования не имею, не логик, поэтому этот раздел я рассматриваю в основном с ориентацией на практику психолога или когнического терапевта. Поэтому больших загрузок в сторону решения различных логических уравнений у нас не будет. У нас будет рассмотрение именно через призму практики. То есть как внедрять знания о логических законах в то, чтобы оценивать, оспаривать или изучать когниции клиента или поведение клиента. Следующий вариант диспута это реалистический диспут. Он в свою очередь опирается в качестве базы. То есть если в логическом диспуте мы ссылаемся на законы логики, которые существуют, хотим мы того или нет, в достаточно объективном мире, то в реалистическом диспуте мы ссылаемся на такой принцип, как эмпиризм. Мы ссылаемся на реальность, на то, как происходят обычные вещи в реальности, то, как они происходят объективно, и какие у нас есть инструменты для того, чтобы эту объективную реальность познавать. И здесь может пригодиться научный метод познания реальности, который как раз-таки основывается на философии эмпиризма во многом. И это же мы делаем с клиентами, мы их зачастую обучаем тому, чтобы смотреть на вещи через призму их реалистичности. Здесь могут пригодиться и различные навыки сбора информации, например, каким источникам стоит доверять, каким источникам не стоит доверять. Например, такой тактикой реалистического диспута может быть выяснение того, что я к этому мнению пришел, исходя из доверия авторитету, некому авторитетному мнению. И потом мы можем оспорить, насколько доверять мнению одного человека это убедительно. Нет ли других более надежных источников информации, например, какие-то известные, общеизвестные данные, статистические данные, или проведенные опыты, личного наблюдения и так далее. Немножко поговорим и о применении теории вероятности в диспуте, изучение того, как можно рассчитывать вероятность наступления событий, что тоже относится к категории реалистического диспута и может пригождаться во многих случаях работа с тревожным пациентом или с депрессивными пациентами. Следующий подход в диспуте это прагматический диспут, и он в свою очередь базируется на философии прагматизма, тельтаризма и так далее. То есть здесь мы рассматриваем диспут через создание некой базы практической пользы. То есть мы должны выявить эту самую практическую пользу и по сути весь диспут сводится к тому, чтобы показать клиенту, что его поведение или его мышление, оно мешает ему эту пользу получить. Или есть разница в соотношении между затратами и получаемой выгодой, но выгодой в широком смысле. То есть это может быть какая-то выгода условно-меркантильная, наподобие того, что ты вкладываешь 10 рублей, получаешь после этого 11 рублей, насколько это эффективно. Может быть, все стоит делать по-другому. Или если это метафору, применить на отношения, что ты вкладываешься столько-то в отношения, а получаешь из них столько-то. Но кроме таких, на такой стороне пользы, конечно, есть и разные другие. Например, это опор на цели, которые ты для себя выставляешь, насколько твое поведение или мышление способствует достижению твоих целей, насколько это соответствует ценностям. Ценности мы на семинаре определим понятия, то есть можно в более широком смысле, можно в более конкретном, и, честно говоря, определение ценностей больше импонирует из бихеверального подхода, из ЭКТ-терапии, где ценности определены очень конкретно. В целом это удобно, такое определение использовать. Когда-то мы можем опираться на потребности, насколько это качественно удовлетворяет потребности, какие-то лично этические принципы, что есть добро, что есть зло, каким человеком ты хочешь быть с точки зрения соблюдения правил, норм поведения, насколько вежлив он, невежлив он и так далее. То есть в прагматическом диспуте мы сначала создаем некую базу, некую опору, или как это может быть принято в риторике критерий, по которым мы оцениваем те или иные высказывания, когниции клиента. Следующее, что мы используем в диспуте, это опора на поведение или на эмоции. То есть когда мы применяем эмоциональные реакции как инструмент для оспаривания убеждений. В эмоциональном диспуте мы используем искусственно используем эмоциональный отклик для того, чтобы подъебнуть сомнению ту или иную мысль клиента. Например, мы можем использовать юмор и во многих направлениях психотерапии рекомендуется использовать юмор. Часто упоминается о том, что самые эффективные психотерапевты это психотерапевты, активно применяющие уместный юмор, доброжелательный, но все же уместный юмор. Это создание других эмоциональных реакций, то есть кроме смеха, может быть и вполне и гнев, и грусть, и сострадание. То есть здесь мы можем по-разному использовать эмоционально окрашенное состояние для того, чтобы клиент оспаривал их. То есть в данном случае диспут направлен на то, чтобы искусственно создавать или способствовать созданию определенных эмоциональных реакций клиента, которые позволяют ему по-другому относиться к своим убеждениям. Поведенчики диспут. Здесь мы используем в качестве инструмента воздействия на поведение. Причем мы можем это делать с двух сторон. Мы можем это делать со стороны клиента, когда мы предлагаем клиенту изменить его поведение и тем самым подвергнуть сомнению какие-то свои копинг-стратегии или убеждения. Но также мы можем применить и поведение психотерапевта тоже как инструмент для оспаривания. Когда, например, мы подвергаем функциональному анализу взаимоотношения между терапевтом и клиентом и показываем, что изменение поведения психотерапевтом может изменить реакции клиента, что часто как раз-таки делается. И если мы возьмем какие-то психодинамические направления, то изучение аспектов взаимоотношений клиента и психотерапевта это просто краеугольный камень из самой психотерапии. И вот в некоторых КПТ направлениях, например, функционально аналитическо-поведенческой терапии тоже этому уделяется значимое внимание. И также, мне кажется, это будет хорошим дополнением с точки зрения оспаривания для когнитивного или когнитивного поведения терапевта. Метафорический диспут и применение метафор в диспуте мы рассматриваем тоже как своего рода инструмент. Так же, как эмоции поведения мы рассматриваем как инструмент для влияния на убеждения клиента, поскольку метафора имеет свои преимущества, которых, может быть, нет в других более прямых способах оспаривания. Это яркость, это возможность запоминать их легче, часто вовлеченность клиента, понятность для клиента, поскольку какие-то сложные абстрактные конструкции, тяжело передать без использования аналогии или метафор. На метафорах это гораздо легче понять, и в какой-то степени они позволяют обходить некоторые ловушки, которые у нас есть в языке, позволяя их обойти и воздействовать на убеждения клиента. На этом разделе мы обсудим, какие метафоры бывают, как метафора проявляется в жизни клиента, какие следствия они могут иметь для жизни клиента, и как создавать эффективные метафоры. И рассмотрим несколько примеров уже работающих. Метафоры, которые можно применять в диспуте. Если вы знакомы с терапией принятия ответственности, то метафоры там являются таким очень важным инструментом, который часто используется. Но там они, конечно, используются не как средство диспутов. Когнитивно-поведенческая терапия мы рассмотрим именно как инструмент оспаривания. И еще один аспект, который мы затронем, но, может быть, не так подробно, как это стоило бы, это анализ языка клиента, поскольку это еще одна из замечательных сторон, на что мы можем опираться. Очень часто, работая с клиентами, я замечаю, что одно и то же слово в разных контекстах может иметь разный смысл, и зачастую какие-то трудности в оспаривании возникают просто из-за того, что мы используем одно и то же слово, но с несколькими разными контекстами. Например, клиент говорит «я плохой» и имеет в виду «я плохой» с точки зрения способности. То есть у меня недостаточно разные способности. И когда клиенту мы показываем, что в целом способности у вас есть, есть и хорошие способности, может, не в той сфере, где вы бы хотели, клиент задается вопрос «они у вас есть?» «Что вы теперь, плохой или хороший?» «Можно ли какие-то о вас выводы делать?» Клиент говорит, что нет, конечно, нельзя делать о нем выводе как о хорошем, потому что способности не делать меня хорошим. И здесь, что произошло в этом диалоге, в одном контексте, в контексте «я плохой» увязывал их вместе, а в другом контексте он внезапно изменил значение слова «плохой» и из-за этого не принял аргументацию. Он заменил «я плохой» на морально-нравственную оценку. То есть с морально-нравственной точки зрения «я плохой или хороший?» То есть вот такие нюансы языковые мы тоже постараемся рассмотреть на семинаре. И завершим мы изучением стратегий и выстраивания тактик для оспаривания. И как строить сам процесс диспута, какие там есть ходы, какие варианты бывают оспаривания. Например, Джузеппо выделяет параллельный оспаривание, когда мы сначала берем рациональную и рациональную мысль и их последовательно разбираем и то и другое, или одновременно их сравниваем. Бывает последовательный диспут, когда мы сначала полностью разбираем рациональную, а потом берем рациональную идею и так далее. И выстраивание стратегии как такой способ мышления психотерапевта, когда мы начинаем работать с клиентом, мы понимаем, какие вещи нам необходимо изменить, и мы понимаем, какие вещи нам стоит оспорить, чтобы достичь необходимых целей терапии. Это могут быть цели, ориентированные проблемы, ориентированные стратегии, это когда мы выбираем проблему, стратегию, понимаем, какие между ними есть препятствия, и без изменения, без преодоления всех препятствий мы знаем, что мы не дадем цели. Соответственно, наш диспут, он напрямую будет опираться на формулирование проблем и целей. Или диспут исходя из концептуализации. То есть мы себе представляем текущую концептуализацию, проблемную концептуализацию клиента, и мы примерно представляем, какой она должна стать в более адаптивном виде, и мы тоже выстраиваем диспут таким образом, что мы должны оспорить это, это и вот это, и тогда мы придем к более адаптивной функциональной концептуализации. Ну и ряд других. И, наверное, то, чем я в последнее время очень сильно вдохновлен, это идея, которая пришла к нам в голову, пока мы работали над вот этим разделом, посвященным тактикам и стратегиям, это создание своеобразной матрицы, алгоритма по формированию документов. И без лишней скромности можно сказать, что на когницию, по крайней мере, выраженной формой промежуточного убеждения, мы можем предложить как минимум 60 вариантов аргументов. То есть 60 вариантов сторон, с которых мы можем зайти к изучению, оспариванию аргумента клиента. И, конечно, это позарисающе, что в целом при работе с клиентами у нас такое разнообразие подходов есть. Это может быть полезно тем, что психотерапевт не закостеневает, то есть остается возможность пробовать разное, адаптировать для разных клиентов. Если ты пять раз на дню одни и те же аргументы, контраргументы или сократические вопросы задаешь, то рано или поздно все-таки надоедает. Такое разнообразие, конечно, позволит и психотерапевту сохранять интерес. И в то же время, чем шире арсенал, тем больше возможностей для адаптации под конкретного клиента, потому что, конечно, клиенты уникальны в своих умышления, в своих личностных особенностях, в том, какие вещи они готовы принимать, какие им сложнее принимать и так далее. Конечно, чем больше, тем лучше. Ну и тоже используя аналогию с приобретением развития компетенций, проводилось такое исследование, где сравнивали шахматистов разного уровня, новички, средние профессионалы, игросмейстеры и возможность запоминать позиции на доске. И если начинающие игроки запоминали 2-3 фигуры, где они стоят, средние уже больше, то игросмейстеры еще больше запоминают, потому что они мыслят уже по-другому. То есть если начинающие мыслят отдельным ходом, отдельной фигурой, то чем больше опыт, тем более масштабно становится мышление, и там запоминаются уже целые куски информации. Также и с аргументацией, на наш взгляд, чем опытнее будет становиться психотерапевт, чем больше возможностей и вариантов у него для спарринга будет в голове, тем более масштабно он будет мыслить при работе с каждым отдельно взятым клиентом, и вот эти вот блоки уже будут выстраиваться у него в голове, на наш взгляд, автоматически. Ну, что, наверное, недалеко от истины, по крайней мере, аналогия с другими компетенциями, которые мы развиваем в нашей жизни. Думаю, здесь вполне уместно. Вот, наверное, это основное, что я хотел рассказать про наш курс, чему он будет посвящен. Может быть, какая-то полезная информация вам тоже сегодня донеслась, и если есть вопросы, я с удовольствием готов на них поотвечать, порассуждать, для этого нужно нажать на кнопочку «Поднять руку вверх», и тогда будет возможность включить из рук. Очень надеюсь, что у меня было слышно, что 35 минут мы не сидим в полной тишине. Ну, что-то рук я пока не вижу. Поднятых. Да, есть один вопрос. Теперь вы можете, Ирина... Ирина, вы можете что-то сказать. Добрый день, меня слышно? Да. Да, Александр Станиславович, спасибо большое. Вас слышно было все 35 минут. Вот такой вопрос заинтересовало и заинтересовало 60 техник к промежуточным убеждениям. Они будут на курсе? 60 разных тактик того, как оспорить промежуточные убеждения. Да, в конце мы поговорим о том, как их сгенерировать. То есть они, безусловно, будут компилировать по ходу каждого семинара, они будут тоже разбираться. 60 – это только сторон. То есть там внутри каждого диспута еще от 8 до 12 тактик мы можем придумать. Так что по большому счету это просто колоссальное количество комбинаций, которые мы можем предложить при работе с клиентами. Так что мы поговорим об общем формате того, как генерировать в принципе аргументы. Да, спасибо большое, поняла. С нетерпением будем ждать. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Может быть, о чем-то не том я рассказывал. Может быть, вы хотели бы о чем-то другом послушать, как-то нажимали на кнопочку присоединиться. Юлия, вы можете нажать на кнопку с микрофоном, и я вас услышал. Александр, спасибо большое за эфир. Я хотела уточнить, я правильно понимаю, что курс будет такой более практикоориентированный и будет включать в себя от работы на каких-то навыках в мини-группах? Или он скорее... То есть я вот не совсем поняла, то есть у него скорее теоретическая такая направленность? Нет, он практикоориентированный. У нас будет и теория, и дальше отработка на практических упражнениях. Они будут включены... То есть там занятие по три часа, и полтора часа мы посвящаем одной теме. Там обязательно есть время на практику и есть время на теорию, на интерактивное обсуждение. Потому что теорию я тоже хотел бы делать практикоориентированно, именно с разговором с обсуждением и отработку на практике. То есть две практики за каждое занятие будут, и теория с интерактивным. Примерно такая структура. Хорошо, спасибо. Тогда второй уточняющий вопрос. Нужна какая-то базовая подготовка, базовые знания для курса? Какая-то литература? Так как мы будем часто использовать понятия когницы, убеждения, где-то глубинные, где-то промежуточные, где-то эмоциональные убеждения, где-то метаубеждения, где-то копинг-стратегии. Вот, наверное, основное требование – это знание этих слов. Ну и, конечно, АБЦ-модель тоже было бы не лишним знать. Вот, в остальном какая-то специальная подготовка для обучения самому курсу в целом не требуется. Там будет предложена дополнительная литература для ознакомления после курса. На презентациях тоже необходимая информация будет. Но там пять лет обучения философии или логики, конечно, курс не потребует. Хорошо, спасибо. Есть ли еще вопросы? Может, про дискус что-то хотели бы сами спросить? Что-то... Какой-то вопрос давно у вас назревал, пока вы читали, готовились, изучали. И вот... Все, не было возможности об этом спросить. Могу попробовать помочь. Хорошо, тогда можно я еще раз задам вопрос, если у кого больше вопросов нет. А вот насчет диспута, все-таки мы этот термин будем потреблять больше в широком смысле или вот в узком, именно как ситуацию с клиентом во время сессии? А что такое широкий смысл? А, ну, широкий смысл, то есть... Я правильно понимаю, что диспут, он ведь не только в рамках клинической терапии используется, но и в других сферах? Ну, мы будем это все рассматривать через призму работы с клиентом. То есть это диспут как метод, как инструмент работы с клиентами достижения практических целей психотерапии. То есть вот в таком значении, то есть не с диспута, там, в рамках переговоров или политических дебатов. То есть мы конкретно сфокусируемся на применении в работе с клиентами. Если я правильно понял ваш вопрос. Хорошо, спасибо. Спасибо за вопрос. Рус, можете тоже задать вопрос. Да, здравствуйте, Александр. Спасибо. Да, спасибо за интересную информацию. Хотел бы поинтересоваться... Ну, во-первых, меня удивило, что можно с 60 разных сторон подойти к оспариванию. И тоже это очень интересная такая приманка хорошая. А во-вторых, вопрос такой. Все-таки вы сказали, что очень важно подобрать к клиенту какие-то ключики. И вот то, что ему будет понятно, с такой стороны и подходить к диспуту. А не важнее ли исходить все-таки от себя? Потому что для некоторых терапевтов тоже из уст некоторые аргументы звучат убедительно, а некоторые нет. То есть что важнее все-таки, клиенту найти подход или с собой разобраться-то, что от тебя будет звучать убедительно? Вот так. Если понятно сформулировал, то такой вопрос. Что от тебя будет звучать убедительно? Да, думаю, здесь есть два нюанса, которые не позволят однозначно ответить на ваш вопрос. Первый нюанс в том, что, как мне кажется, основная задача психотерапевта – это помочь клиенту. И значит, в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей психотерапевта, так как мы прежде всего ориентированы на помощь клиенту, то и в фокусе внимания у нас тоже должен находиться он. Это как раз-таки, на мой взгляд, некое требование к специалисту в том, чтобы он искал ключики к клиенту. То есть это некое бремя его ответственности. Собственно говоря, за это, наверное, ему и денежки платят. Поэтому прежде всего ориентация на клиента. Но второй важный аспект в том, что каждый из психотерапевтов является человеком со своей особенностью и мышления, и поведения, и эмоциональных реакций. И, конечно, каждый психотерапевт может какие-то вещи по-разному представлять, представлять, доносить, и так далее, силу своих знаний, возможностей или просто интересов. Так формируется индивидуальный стиль каждого психотерапевта. Поэтому какие-то психотерапевты какие-то элементы диспута чаще используют. Здесь я с вами могу согласиться, что в том числе важно понять, какие стороны есть у тебя хорошо развитые. Например, кто-то из психотерапевтов более эмпатичен. Поэтому использование эмотивного диспута с инструментами эмпатии будет для такого психотерапевта лучше и выгоднее смотреться, и он через это будет заходить. Для другой психотерапевт хорошо может использовать юмор, тогда включение юмора. Третий, у него хорошо раздражение, или есть бэкграунд, связанный с созданием метафоры, тогда это диспут. Третий имеет философское образование, поэтому хорошо использует законологии. То есть здесь, конечно, важно иметь в арсенале те тактики, те техники, которые учитывают сильные стороны психотерапевта. Однако, по мой взгляд, это не ограничивает возможность расширять свой образор, опять-таки, учитывая, что ключевая задача – это помочь клиенту решить его проблемы, с которыми он обращается. В противном случае это будет в одной из метафор. Если ты молоток, то везде ты будешь видеть гвозди, и ты не будешь видеть другие возможности, другие инструменты. Поэтому расширять тоже очень важно, а не только узнавать свои стороны. Но на них опираться, безусловно, стоит. Это будет полезно. Такой длинный ответ у меня получился на вопрос. Да, спасибо, Александр. Очень подробный исчерпывающий ответ. Спасибо. Спасибо за вопрос. Так, сейчас Галина включу. Галина, слушаю вас. Здравствуйте, Александр. У меня такой вопрос. Вот если сам психолог не обладает логическим типом мышления, есть логическое, абстрактно-логическое мышление, а, например, обладает креативным, какой вид диспута ему больше подойдет из представленных на курсе, чтобы более углубленных к ним? Спасибо. Я единственное не соглашусь с вашим утверждением, что не обладает логическим мышлением. И у меня есть подозрение, что многие люди себя недооценивают. Что люди себя недооценивают, потому что законы логики, они есть в объективной реальности. Мы просто, может быть, не всегда придаем это значение, но каждый из нас ими пользуется. По-другому просто мы бы не выжили. То есть если... Каждый человек может смеяться. Часто смех возникает в силу того, что мы считываем нарушения каких-то логических законов. Поэтому закон логики, определенно любой психотерапевт, он в своей жизни использует, применяет, и на это опираться точно можно. По крайней мере, это можно немножко в себе в голове структурировать и легче это преподносить. Но ваш вопрос был посвящен не этому. Он был посвящен, что ему предпочесть. Правильно я понимаю? Да. Если обладает, например, больше креативным мышлением от природы онтологически. Ну, креативное мышление, ведь оно в разные стороны может быть направлено. Оно может быть направлено в сторону логики, в сторону того, чтобы создавать интересные поведенческие эксперименты, креативные, до которых мало кто додумывается сразу. Вот я недавно в одном из диалогов порекомендовал клиенту месяц поносить вату в носу. Ну, наверное, это какой-то элемент креативного действия присутствует. И, конечно, метафорически это то, что чаще всего используется, если мышление такое образное, ярко-образное, потому что, наверное, креативное мышление вы в большей степени имеете в виду склонность к наглядности и к образности. Правильно я понимаю? Да, более наглядно-образное мышление, да. Да, но тогда метафоры отлично подойдут здесь, потому что на метафорах и правда легче объяснить многие вещи. Когда я вижу сам какие-то формулы, алгебраические и так далее, у меня мозг сразу как-то начинает отрубаться. Но стоит почитать про ту же самую формулу, но на конкретном примере, иллюстрирующем работать форму, так сразу же все начинает пониматься. Поэтому метафорический действия, почему бы и нет. Спасибо большое. Понятно. Спасибо за вопрос, но правда не стоит недооценивать логические законы, они как гравитация, они просто есть, и все мы пользуемся, и все мы их знаем. Может быть, нам просто всегда казалось, что не так хорошо знаем, как стоило бы. Но они не такие сложные, к счастью. Еще вопросы? Анастасия, как продолжительно нам стоит ожидать следующих вопросов, или мы можем объявить какой-то там обратный отчет. Юля? Юля, говорите. Спасибо еще раз. Я все-таки, тогда я задам еще один вопрос. Как по-вашему умение обладания этими навыками, оно как улучшает качество сессии? Как вам кажутся эти навыки и к чему способны привести? Все-таки диспут это ключевой инструмент, ключевая техника, которая используется в большинстве протоколов клинтинфонической терапии. Что репт, что клинтинфонической терапии БЭКа, диспут, это основная часть работы. Что мы делаем? Мы концептуризируем убеждения клиента, либо рациональные, либо в рамках концептуризации БЭКа, и мы их оспариваем и приводим к более рациональному или адаптивному виду. Поэтому чем лучше развиты навыки проведения диспута, чем убедительнее становится психотерапевт во время сессии, тем, наверное, и более эффективным будет решение этой задачи. Конечно, психотерапия это шире, чем просто диспут. Не стоит сводить всю психотерапию к диспуту, но с точки зрения клинтинфонического подхода, это такой ключевой инструмент для изменений. И, на мой взгляд, любая психотерапия тоже так или иначе к этому же приводит. Может быть, не делать это так прицельно, как в КПТ, не называя там словом диспут, но так или иначе это, на мой взгляд, везде присутствует. Просто надеются, что диспут произойдет как-то само собой или окульными путями. Но в КПТ на этом сфокусировано. Можно сказать, что КПТ это терапия сфокусирования на оспаривании и модификации. Причем в широком смысле. Так что чем лучше этот навык, наверное, тем лучше и когнитивно-завиднический терапевт. Хорошо, спасибо. Ну и, наверное, вот еще такая мысль не пришла в голову. Чем может помочь этот курс? Иногда, когда работаю с клиентами, они высказывают некую идею и сначала задумывают, блин, как же можно это оспорить? Это же просто истина, правдивая правда, то, что говорит клиент. За это просто невозможно браться. Но если преодолеть эту автоматическую мысль, дальше появляется возможность для творчества и понимания, с какой стороны зайти. А если ты начинающий психотерапевт, то какие-то убеждения тебе самому кажутся чем-то суперочевидным и поэтому бывает трудно оспорить очевидные для тебя вещи, как в анекдоте. Плывут рыбки золотые в аквариуме, а им на встречу более старые рыбки говорят «О, привет, молодежь, как вам сегодня водичка?» Чё проплывает дальше и одна из молодых рыбок оборачивается и говорит «Слушай, а что еще за вода такая?» Вот с этим можно столкнуться и в том числе наш курс я надеюсь поможет научиться вообще мыслить сомнениями, подвергать сомнениями все и знать, что все можно так или иначе оспорить так, чтобы не пугаться, не поднимать лапки кверху, если вы столкнулись с какими-то трудностями при работе с клиентами. Потенциально оспорить на мой взгляд можно все. Михаил? Здравствуйте, Ильич, спасибо большое за водную лекцию. Хотелось бы спросить, можно ли привести пример какой-то ситуации терапевтической и на ее примере показать плюрализм вот этих вот 60, ну возможно не все 60, но там буквально 3-4 радикально разных подхода, чтобы вот может быть таким образом было бы, мне бы хотелось, чтобы это было так проиллюстрировано, возможность большого выбора у психолога среди стратегий. ну возможно прям подходного занятия такой пример в общем-то сделать. Давайте попробуем, давайте попробуем, я не очень хочу что-то там заготовок открывать, давайте прямо сейчас попробуем это сделать. Приведите пример какого-нибудь промежуточного убеждения, оно просто обычно пошире, там больше возможностей для того, чтобы развернуться есть. Промежуточное убеждение, я веду себя токсично. Люди со мной не очень, если я буду также продолжать вести себя токсично, люди со мной не будут общаться. Я не здесь остановимся, в принципе здесь остановимся, если я буду вести себя так же токсично, как сейчас, люди перестанут со мной общаться, правильно? Отлично. Это убеждение можно разбить на несколько блоков. И каждому из блоков мы можем привести свои варианты для оспаривания. Первый элемент – это элемент связи. Если я продолжу себя вести так же токсично, люди от меня отвернутся. Здесь у нас есть условная связь. В первой части я веду себя токсично и то, что от меня отворачивает. То есть первое – мы можем оспорить вот эту связь. И здесь мы можем применить к этой связи, например, диспут реалистический, предположим. Знаете ли вы пример людей, которые ведут себя токсично, но от них не отворачиваются? И все равно они успешны в обществе. То есть мы можем с этой стороны зайти. Мы можем зайти с прагматической точки зрения. Да, ты ведешь себя токсично, люди от тебя отвернулись, но какие от этого будут последствия? То есть они могут быть и желательные, и нежелательные последствия. То есть почему дальше? Какие есть доказательства того, что нежелательные последствия от этого, от того, что тебе отвернулись, они, допустим, какие-то плохие? Мы можем зайти со стороны ценностей. Каким человеком ты хочешь быть? И почему именно ты хочешь изменить такое отношение с другими людьми? То есть ты хочешь это делать, потому что тебе самому важно не быть тактичным? Или ты это делаешь, потому что ты боишься, что они от тебя отвернутся? Тогда что в твоих ценностях? Ты хочешь быть зависимым от людьми, от людей, например, или ты не хочешь быть зависимым от людей? Мы можем зайти из статистических принципов, что такое хорошо и плохо. И если от тебя отвернулись, это хорошо или плохо? Если ты токсичен, это хорошо или плохо? Если ты получаешь обратную связь от людей, что на твое поведение есть такое последствие токсичности, это хорошо или плохо? Мы можем взять другой блок, например, блок отдельных слов. То есть токсичное – это слово. И мы можем изучить это понятие, изучить это определение, насколько оно точное, насколько оно хорошо подобрано. Например, слово «токсичный» может скрывать в себе совсем не то, что представляется. То есть номинально токсичный – это человек, который отравляет других людей. Но на деле отравление-то и не происходит. То есть мы можем показать, что, например, это не очень удачная метафора, что люди не отравляются от общения с тобой на самом-то деле, что ты вред никому не причиняешь, особенно если мы возьмем ОБЦ-модель. То есть если на твое поведение есть реакция других людей, то это их выбор. То есть ты сам не можешь причинить, чисто с философской точки зрения, ты не можешь причинить им вред, потому что причиной страданий мы можем рассматривать самого человека. Если ты имеешь определенные когниции, то это будет причинять страдания. Если не имеешь, то он не будет причинять страдания. Мы можем заменить слово «токсичный» на что-то другое, например, но сохраняющий тот же самый смысл. То есть, например, клиент приводит описание своей токсичности, и мы понимаем, что на деле это не токсичность, а, например, выстраивание своих границ или решение сугубо личных вопросов в ущерб интересу других людей, предположим. То есть мы можем заменить слово «токсичный» на то, что я предпочитаю свои интересы и интересы других людей. Ну, предположим, так. Или мы можем зайти со стороны совладания. А что ты хочешь с этим делать? То есть, да, ты сейчас токсичный, и есть шанс, что люди от тебя отвернутся. Что ты хочешь с этим сделать в связи с тем, что есть такая угроза? Ну, короче говоря, тут дальше можно список продолжать, разбирая буквально каждый элемент, каждое слово и заходя к каждому из них и со стороны логики, и со стороны реалистического диспута, прагматического диспута, поведения, эмотивного диспута, использования метафоры, ориентации на язык. Вот так они и генерируются, эти 60, а может быть даже больше подходов к одному и тому же убеждению. Здорово. Хотелось бы прямо научиться действительно так объемно сразу мыслить. То есть, как и каждая отдельно взятая техника, которую вы описываете, действительно понятно, но удивительно, насколько полезно именно все время их держать в таком постоянном арсенале. Иногда действительно такой шквал разных подходов очень хорошо действует. Именно, наверное, на ощущение психолога. Вот вы правильно отметили, что выгорание происходит, когда одно и то же применяется, но когда есть понимание, что если даже нет, я могу применить еще 7 вариантов или 8, или даже 60, это действительно очень мотивирует и лично у меня сильно снижает тревогу перед каждой отдельной взятой консультацией. Спасибо большое. Спасибо за возможность порассуждать над этим. Я себя пойму на том, что когда вы только озвучили это убеждение, у меня уже автоматически оно порезалось на разные части, и дальше уже очередь выстроилась из возможных способов, как к каждому элементу подойти. Наверное, мне кажется, что примерно так же и шахматисты размышляют, что делают шаг конем, и у них уже выстраивается картина на 7 шагов вперед, как будут разворачиваться события. Я думаю, что примерно к этому же с опытом может прийти любой перенетийный поднятический терапевт. Спасибо большое. Да, я хотела поднять руку, но здесь почему-то не получается. Да, я хотела поблагодарить. Спасибо большое за этот пример, за эту иллюстрацию. Я правильно понимаю, что этот курс позволяет не только определить, как в какой-то конкретной ситуации, в конкретной части терапии нужно взаимодействовать, но и позволяет прокачать общие навыки и критического мышления, и логического мышления, и вообще, как смотреть на проблему клиента в целом. То есть спасибо большое. У меня сейчас возникло более наглядное представление об этом. Спасибо, спасибо. Там был вопрос? Нет. Нет, просто комментарий. Спасибо. Ирина. Александр Станиславович, можно, да, здесь нету функции поднять руку, поэтому я вот, можно услышать от вас совет, как начинающему психологу. Вот у меня еще года нет в практике, но у меня собираются техники, тактики, их так много. А по какому принципу вы их, ну, скажем так, сортировали, когда сами начинали? Вот, например, вариант по эмоциям, допустим, вот вина и техники, или по проблеме, проблема там вот такая-то. То есть вот, чтобы вы посоветовали, понятно, что это индивидуально для каждого. А как бы мне сейчас вот это все собрать по полочкам, потому что и техник много, и к убеждениям, и к, допустим, вот каждому искажению своя тактика, это своя стратегия, вот каким образом это мне сейчас систематизировать? И они вот папочки собираются, 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 и вот такой вопрос у меня возник, что бы вы посоветовали? Спасибо. Потому как систематизировать, ну, выбереть просто подходящий для вас, удобный для вас, ну, критерий, который можно сортировать. То есть, потому что вот те же когнитивные искажения, их можно рассмотреть через сортировку по когнитивным искажениям, а можно их рассмотреть как часть нарушения логических операций или нарушения логических законов, вполне можно это интерпретировать. Можно собрать техники по тому, о них относятся скорее к когнитивным или нативным, или поведенческим. Можно собрать их через призму, что лучше подходит к проблеме. Но если вы только начинаете, то, может быть, лучше на общие принципы опираться, там, когнитивные, поведенческие, мотивные, вот эти вот стороны, наверное, немножко попроще будут. А потом, по мере опыта, уже можно дальше расширять арсенал, когда вы понимаете, что это лучше подойдет для такой проблемы, это для тревоги, это для депрессии. Наверное, в таком духе я советую. По крайней мере, так я к этому относился. Вопрос был к моему опыту. Спасибо большое. Спасибо. Так, тут еще поднимал руку. Ну, что правда в анонсах написать? Да, Галина? Александр, у меня тут еще один вопрос пришел. А вот мы подвергаем диспуту, да, вот диспутируем. Какие-то вот вы попросили предыдущего участника какой-то пример промежуточного убеждения. А вот, например, если это был, ну, или автоматическую мысль, я так понимаю, тоже можно, да, продиспутировать. А если это будет значение, вот, значение то, которое равно, как бы, в ГУ, в табличке нашей, в концептуализации. Вот значение, например, как вы смотрите насчет, можно ли его диспутировать? Да вы имеете в виду глубинное убеждение клиента, как продиспутировать? Да, 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 но глубинное убеждение или значение автоматических мыслей. Ну, это вот в концептуализации записано пунктерчиком от глубинных убеждений вот к значениям. Как вы смотрите на это? Ну, значение ведь оно и отсылает нас либо к промежуточному, либо сразу же к глубинному убеждению. Поэтому дальше мы туда просто пойдем. Если глубинное убеждение, то тоже мы вполне можем оспорить, например, клиент говорит, я никому не нужен. То есть я ненужный. Здесь мы можем зайти тоже с разных сторон, например, с реалистического диспута. Покажи людей, которым ты не нужен. Можем с приматической стороны, что давай посмотрим, насколько тебе полезно считать себя ненужным, насколько тебе это помогает в достижении целей, ценностей и так далее. Можем зайти с этической точки зрения. Ты правда хочешь быть в отношениях с людьми только потому, что ты хочешь быть им нужен. Что для тебя добро и зло, какие должны быть отношения, например, честные и нечестные. Входит ли это в понятие честных отношений, если ты находишься в отношениях с людьми только потому, что испытывается страх оказаться ненужным, оказаться от этих отношений. Можем с позиции совладания зайти. Ну, предположим, что это так, что ты будешь с этим сделать. А кому еще ты можешь быть нужен? Например, есть всегда один человек, которому ты всегда можешь быть нужен, даже если всему миру больше не нужен. Наверное, ты сам можешь рассмотреть себя с этой точки зрения. Ну, то есть, в принципе, большинство из тактик тоже можно здесь применить. В том числе, с точки зрения логики, посмотреть понятие «нужен» или «нужен». Насколько оно… Оно же широко, обычно, в глубинных убеждениях представленных. То есть, это очень нечеткие, неконкретные. И вообще, может быть, это нарушение логики, что ты делаешь, это вывод о том, что ты не нужен, наблюдая одну ситуацию. Такая неправильная процедура индукции у тебя происходит. То есть, ты решил, что ты не нужен потому-то и потому-то, но ты много чего еще в круг не включил, что требует расширения. То есть, практически с любой стороны можно к ним подобраться, было бы желание. Это понятно. А как не запутаться в этих 60 тактик оспариваниях? Вообще какие-то приоритеты или тут же по интуиции? Да, это просто для удобства, что их много. Определенную призму системы мы ввели для того, чтобы их систематизировать. Поэтому, ну, как-то, надеюсь, получится не запутаться. Да, это, конечно, определенный перегруз. Нет, ну, это перегруз, но если вот как предыдущая участница тоже спросила о том, что может как-то систематизировать так, что вот или к проблеме, от проблемы, или от эмоций, или от каких-то там еще запросов. Да, да, да. То есть, там есть систематизация. То есть, например, систематизация логически, прагматически, то, что у нас включено в структуру программы. То есть, это один из вариантов систематизации. Ну, там и другие будут аспекты выделения элементов убеждения. Например, я никому не нужен. Здесь у нас какие есть элементы? Это элемент связи, что я и не нужен. Есть понятие никому, есть понятие нужен-ненужен, и мы можем эти понятия изучать. И у нас есть еще параллельно такие за пределами диспута оценки, которые мы тоже дополнительно спрашиваем. Например, зачем ты мне это говоришь? Там функция нарратива. Ты же мне зачем ты говоришь? Потому что ты не нужен. Или тебе самому, например, приходит в голову эта мысль, зачем же она тебе приходит, что ты с этим хочешь сделать. То есть, это может быть, ты хочешь, чтобы тебя пожалели, погладили, доказали, что нет, кому ты нужен. Может быть, она тебе приходит, чтобы оградить тебя от того, чтобы дальше не попадать в неприятные истории, не чувствовать себя как-то плохо. Может быть, поэтому. На ценности, на цели. То есть, хорошо, ты думаешь, что ты никому не нужен, но при этом у тебя в целях завести семью. С этими мыслями тебе скорее полезно, не полезно об этом размышлять. Через ценности зайти. Каким тебе важно быть человеком? Да, ты, может быть, никому не нужен, но каким тебе важно оставаться при этом человеком? Каким бы ты себя хотел видеть? С этической точки зрения. Насколько стоит, не является ли это нечестным, если ты продолжаешь отношения с человеком только потому, что испытываешь страх. Ну, такие вот аспекты мы дополнительно собираем. И из этого, из взаимодействия элементов, личностных элементов клиента, его целей, ценностей и все прочее, аспектов разных опор в диспуте, логика, эмоции, поведения и все прочее. И с самих элементов убеждения мы приходим к генерации, получается, аргументов. Спасибо большое. Мне кажется, даже три блока недостаточно для того, чтобы это все осветить, вот это применение. Да, да. Это же первый курс. Вообще это как семинар. Сначала рассматривалось, но потом мы поняли, что не впихнуть даже в размер семинара, потому что, может быть, потом это будет какой-то более широкий. Посмотрим, как зайдет. Спасибо. Ну все, коллеги, спасибо вам за внимание. Уже час пятнадцать мы с вами общаемся. Я думал, что отстреляют за полчаса, никто вопросов не позадает и все. Нет, оказывается, есть о чем поговорить. Спасибо вам большое за проявленный интерес, за вопрос. Это в том числе будет полезным для акцентов на самой курсе, на самой программе. Вот. Так, вам всем доброго дня. До свидания. До свидания. Что мне нужно нажать? Просто выйти? Субтитры сделал DimaTorzok